Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим об одном из самых известных и удивительных животных Антарктиды – императорском пингвине. Эти птицы являются настоящим символом зимы и холода. И мы узнаем много интересного о них. Императорские пингвины – самые большие представители семейства пингвинов. В высоту они достигают метра и весят до 45 килограмм. Они обитают в Антарктиде, на льду около континента. Интересно, что их гнезда находятся не на земле, а на льду, поэтому они очень хорошо переносят холод. Как и все пингвины, императорские не умеют летать, но они могут быстро бегать по льду и снегу со скоростью до 10 километров в час. А также они могут плавать и делают они это очень хорошо. В отличие от других пингвинов, императорские питаются преимущественно кальмарами и рыбой. Они могут погружаться на глубину до 500 метров, чтобы найти пищу. Именно это и делает их одними из самых глубоководных птиц. Императорские пингвины являются моногамными птицами. Они образуют пары на всю жизнь и возвращаются к тому же самому месту для гнездования каждый год. Размножение императорских пингвинов начинается в марте-апреля, когда пары собираются на колонии гнездования на льду или снегу, расположенных на берегу или близко к нему. Самки могут сходиться на колонии с несколькими самцами, чтобы выбрать лучшего партнера. Самцы в то время начинают строить гнезда, собирая камни и другие материалы. После того, как гнезда построены, самки начинают откладывать одно яйцо, которое самцы будут инкубировать на протяжении около двух месяцев, пока самки будут питаться в море и собирать пищу. Когда яйцо вылупляется, самцы продолжают инкубировать птенца и кормить его, пока самки не вернутся обратно с моря. Когда самка вернется, они обмениваются местами и самка берет на себя заботу о птенце, а самец идет на поиски пищи. Во время этого периода птенец тоже не покидает родительского гнезда и кормится молоком из горла родителей. Когда птенец вырастает, родители возвращаются на лед, чтобы начать новый сезон размножения. Кроме того, у императорских пингвинов есть ряд других интересных особенностей. Например, у них есть желтые пятна на голове и шее, а их грудь имеет особый белый цвет, что делает их еще более узнаваемыми. Кроме того, у императорских пингвинов есть естественные враги. Одним из них являются собственные сородочи. Пища для большинства пингвинов включает в себя рыбу и кальмаров, но иногда они питаются также яйцами и птенцами других пингвинов. Однако для императорских пингвинов наиболее опасными врагами являются акулы и киты. Помимо этого, императорские пингвины одни из немногих животных, которые могут жить на открытом пространстве во время антарктической зимы, когда температуры могут достигать до минус 60 градусов. Они переносят такие экстремальные условия благодаря тому, что имеют толстый слой перьев и жира, который защищает их от холода. Кроме того, они складываются в большие группы, чтобы сохранить тепло. Чтобы согреться, они также сжимают крылья к телу, чтобы уменьшить потери тепла через них. Иногда они сжимаются в комок, чтобы еще сильнее уменьшить поверхность тела, которая находится в контакте с холодным воздухом, а также двигаются, так как движение помогает императорским пингвинов сохранять тепло. Поэтому они могут постоянно двигаться, даже когда стоят на месте. Императорские пингвины также знамениты своими необычными голосами. Они издают звуки, похожие на трубу или трубку, и могут различать друг друга по звуку. Когда они собираются вместе, их голоса могут создавать громкий хор, который слышен на расстоянии нескольких километров. Кроме того, императорские пингвины обладают удивительными способностями и поведением. Например, они могут совершать долгие переходы на большие расстояния, чтобы добраться до места, где можно найти больше пищи. Они также проявляют привязанность к своим партнерам и потомству, возвращаясь каждый год на одно и то же место для размножения и воспитания птенцов. Кроме того, императорские пингвины владеют удивительными коммуникативными способностями. Они способны передавать друг другу информацию о местонахождении и количестве пищи, а также о предстоящих опасностях и угрозах. Императорские пингвины – настоящее чудо природы, удивительное создание, которое заставляет нас удивляться и восхищаться своими выживательскими способностями, уникальными особенностями и красотой. Важно отметить, что императорские пингвины находятся под угрозой вымирания. Их численность в природе сокращается в результате изменения климата, загрязнения морских вод и промышленной добычи рыбы. В связи с этим проводятся различные мероприятия по сохранению и защите этого уникального вида. К сожалению, не всегда эти меры являются эффективными. Поэтому императорские пингвины остаются одними из самых уязвимых видов животных на планете. Несмотря на все трудности, императорские пингвины продолжают жить и выживать в жестоком и непредсказуемом мире Антарктики. Их уникальные способности адаптироваться к экстремальным условиям, защищать своих маленьких птенцов и вести свою жизнь в холодной и суровой среде заставляют нас уважать их и восхищаться ими. В целом, императорские пингвины являются уникальным и невероятным видом животных, которые обладают неповторимой красотой, адаптивностью и способностью выживать в экстремальных условиях. Причудливые и интересные факты о них вдохновляют нас и напоминают о том, насколько удивительным и разнообразным может быть мир животных. Всем спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!